Газиза, здравствуйте! Спасибо, что согласились на это интервью. Хотелось бы немного для начала поговорить о вашей нынешней деятельности. Чем вы сейчас занимаетесь и что планируете в ближайшем будущем? Здравствуйте, Айян! Да, благодарю вас тоже за внимание к моей скромной персоне. В данный момент я сейчас являюсь президентом Национального агентства общественных коммуникаций и журналистики, в рамках которого существует наш главный проект, очень успешный, Казахстанская школа телеведущих номер один. Кроме этого, мы также открываем Казахстанскую школу телеведущих журналистов, Казахстанскую школу журналистов номер один. Вот, в принципе, конечно же, и кроме этого, у нас еще есть продакшн-компания, это Татабос Медиагрупп. В рамках этого продакшна мы работаем, занимаемся производством телепроектов, рекламной продукции, видеороликов любых, конечно же, СММ, у нас маркетинг. Кроме этого, мы еще занимаемся организацией мероприятий, это ивент-индустрия. И, в принципе, вот и вся деятельность. Ну, хорошо, давайте тогда вернемся больше в студенческое время и вспомним, а что именно повлияло на ваш выбор именно вот этой медийной сферы, сферы телевидения? В студенческое время, да. Хороший вопрос. Когда я закончила школу, в 17 лет, конечно же, передо мной стоял выбор, куда пойти учиться, какую выбрать правильную профессию. По настоянию своих родных, близких, старших, я поступила в политех. Казахский национально-технический университет имени Каныша Садпаева. По образованию, по специальности я инженер-экономист в металлургической промышленности. Когда я закончила университет, получила диплом, я понимала, что я никогда не буду работать по своей специальности. Я понимала, что я действительно творческая натура. И где-то, наверное, на протяжении полугода у меня даже, наверное, появилась депрессия. Я не знала, где себя найти. Я думала, неужели я настолько неуспешная, безнадежная, лузер, я никогда не смогу себя найти. Я не смогу найти свою профессию, потому что работать по специальности инженером, экономистом я ни в коем случае не хотела. Я не хотела идти ни на производство, я не хотела ехать ни в какие банки. И очень мне повезло, что мой брат, старший брат Ануар, ныне покойный, он тогда работал генеральным директором Первого канала Евразия. Мы с ним поговорили, и он сказал, Газиза, я помогу тебе при одном условии, что ты, устроившись на работу, никогда не будешь пользоваться моим именем, никогда не будешь говорить, что ты моя сестренка. Я только тебе направлю, куда пойти, покажу тебе дверь. А все остальное там, что ты будешь делать за дверью, ты должна этого добиться сама. И, конечно же, я понимала, какая ответственность на мне лежит. Я брату клятвенно пообещала, никогда ни одна живая душа не узнает, что ты мне помог. Пожалуйста, только скажи, куда мне пойти устроиться. Он мне говорит, иди на телеканал НТК, туда нужны журналисты. Я тебя заведу к директору, после этого тебя отправят на практику. А практика такова, как тебя главный редактор, на тот момент Айгуль Альясова. Она сказала, хорошо, Газиза, вы можете в течение одного месяца пройти стажировку, практику, а там уже как тебя покажете. Ну, конечно, за этот месяц я понимала, что либо сейчас, либо никогда я сделала все, чтобы остаться на телевидении. Я работала, я старалась изучать это все. Тем более для меня мир телевидения был на тот момент совсем не знаком. С дипломом инженера-экономиста попасть на телевидение было очень сложно. Первое время я даже не знала, что такое съемка, что такое камера, что такое петличка, которая сейчас на мне. Что такое вообще съемка, интервью. Они говорят, надо записать синхрон. А что такое синхрон? Я спрашивала у своих коллег, докучала их какими-то вопросами. Я спрашивала, Света, Макс, расскажите, пожалуйста, а что такое интервью? А как понять этот крупный план? Как монтировать? Как озвучивать? Я этого ничего не знала. И я обучалась. Я понимала, что мне нужно было. Мне самое главное нужно было понять и вникнуть в эту суть для того, чтобы знать, что такое телевидение, как оно делается и с чем его едят. Я стала быстро за этот месяц набирать обороты. Я сидела практически допоздна. Я помогала всем журналистам. Первое время я носила сумки журналистов с микрофонами и помогала. Я ездила на съемку как практикант. Мне казалось, что это здорово. Я практикант. Я стажер у журналиста телеканала НТК. Это супер. Что может быть еще лучше? А я им помогала кодировать. Они научили меня кодировать. Крупный общий средний план. Я занималась этой кодировкой. Для меня это была большая честь, что мне было доверено кодировать их материал. Допустим, о какой-то выставке. Я этому всему училась. И знаете, я получала от этого удовольствие, великое удовольствие. Мне казалось, я действительно занимаюсь именно тем, чем я хотела заниматься. Я на своем месте. И уже, наверное, через месяц, через два я таким образом начала делать свои первые репортажи. Я уже самостоятельно ездила на съемку. Я уже понимала, что где-то, в принципе, я тоже достаточно человек любознательный. Я могу понять. На съемку, когда ты едешь, ты должен разбираться в этой теме. Если это выставка, допустим, вы должны понимать в искусстве. Но перед этим, конечно, мы должны подготовиться. Мы должны понять, что за выставка, кто автор. Задавать, конечно, конкретные вопросы. Журналист должен ехать подготовленный на съемку. И этим образом, конечно, я таким образом повышала свою квалификацию. Для меня была это очень сложная школа, именно с дипломом политеха, прийти и устроиться на телевидении. Но я надеюсь все-таки, что я справилась. Через несколько месяцев я уже работала на Первом канале Евразия корреспондентом. Потом у меня была карьера, так называемая, карьерная лестница. Меня все-таки привела на телеканал КТК. О телеканале КТК я тогда просто мечтала. Я смотрела на журналистов, которые на телеканале КТК работают. Мне казалось, боже мой, я сижу на НТК, как мне хочется на телеканал КТК попасть. Работать в новостях, конечно, новости КТК, они были прайм-тайм. Это одни из самых лучших, сильная команда. Но мечты сбываются. Меня пригласили тогда на телеканал КТК. Я работала и в портрете недели с Артуром Платоновым. Мне очень понравился и этот опыт. Очень интересно. И таким образом я благодарна своему учителю, тоже непокойной, Бильской Алле Анатольевне. Ее не стало в этом году. Человек, который многому чем меня научил, который верил в меня, который мне помогал. И после этого, конечно, я понимала, что работа на телевидении, все это навсегда. Я никогда уже не смогу уйти с телевидения, потому что это где-то... Мы говорим, мы смеемся, телевидение – это болото. Действительно, это так. Попав однажды на телевидение, тебе тяжело уйти. Даже если ты уходишь, ты в любом случае связываешь свою жизнь с телевидением. Вот, допустим, как и делаю это я сейчас, да? Вот. А вот смотрите, за все это время, ваши профессиональные именно деятельности, какие-то были такие моменты, которые у вас просто вот... Возможности, которые просто вас подтолкнули дальше к новым каким-то вершинам, к новым открытиям? Перспективы открыла для вас? Перспективы, вы говорите. Я примерно поняла ваш вопрос. Я поняла, о чем вы имеете в виду, да. Еще раз повторюсь. Вы знаете, мне очень повезло с моими учителями. Это главный редактор телеканала НТК Айгуль Альясова, которая многому меня научила. После этого на телеканале КТК Бильска Алла Анатольевна. Ну, непокойно. Очень хороший корреспондент. Она сама журналист, она редактор. Великий человек. Настолько душевная, настолько человечная, которая помогала каждому корреспонденту, как делать эти материалы. После этого я познакомилась с Рудакова Инной Анатольевной. Инна Анатольевна тоже является выдающимся журналистом Казахстана. Сейчас она работает на себя, она делает интересные проекты. У нее своя компания, продакшн. Конечно же, знакомство с этим человеком тоже на меня очень сильно повлияло. Они, возможно, во мне что-то увидели, увидели мой потенциал. И Инна Анатольевна Рудакова, она всегда говорила, она мне называла так ласково газичка, да. Она говорит, газичке надо доверить этот проект, она однозначно его сделает. Я не понимала, что значит я однозначно его сделаю. При этом я говорила, Инна Анатольевна, ну я не знаю, а что делать-то? Она говорит, вот мы сейчас тебе объясним, и в принципе у тебя получится. Я ехала на съемку, я ехала в командировку, и таким образом мы работали с ней очень долгое время. Первый раз, когда она предложила мне поработать в качестве телеведущей, это был 2011 год. До этого меня приглашали на кастинги, но я, конечно же, отказывалась. Отказывалась работать в кадре, я стеснялась. Я была уверена, что у меня нет недостаточно опыта, квалификации, чтобы работать в кадре, быть телеведущей. Работа телеведущего достаточно ответственная. Но в третий раз, когда мне поступило предложение, и сказали, сейчас проводится кастинг на ведущую программы News Factor на первом канале Евразия, Инна Анатольевна меня пригласила поработать в кадре. Я, конечно же, в принципе, пошла, я сказала, ну давайте, все будет, так называется, по чесноку. Ну пройду, пройду, не пройду, ну уж, знаете, мое, 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 не мое, я не обижусь. И я пошла, ну как проходят кастинги? Я там покривляла, что-то поговорила на казахском языке. Я тогда себе поставила, знаете, еще такую цель, даже бросила себе вызов. Я и люблю себе бросать вызов. Я сказала, газиза, если ты идешь на кастинг, ты должна, конечно же, по крайней мере, ну не опозориться. Будьте в адеквате, ты же журналист, достаточно профессиональный, ты не с улицы девочка пришла. Давай, покажи себя, на что ты способна, на что ты можешь. Я прошла кастинг в первый этап, в принципе, из 12 человек, по-моему, там отобрали 4 или 5 девочек, я в том числе тоже. Потом меня пригласили на второй тур, я второй тур прошла. И таким образом меня утвердили ведущие проекта на казахском языке. Человек, который практически никогда на казахском не разговаривал, кроме дома. Дома у меня просто бабушка, она филолог казахского языка, я только дома разговаривала казахша. Я стала работать в кадре. Таким образом тоже себя развивала. Да, у меня очень плохо получалось. Я на себя смотрю эти эфиры, мне плохо становится. Я настолько самокритичная, я думаю, боже, как ты стоишь, как ты выглядишь, и руки у тебя дурацкие. А что за голос? Ну а что за то? И, конечно же, я настолько собой недовольна постоянно. Я постоянно найду, что в себе отметить, и за что дальше себя поругать, и критиковать, и идти, идти, идти. Я считаю, что нет предела совершенства. Человек постоянно должен расти и работать над собой. И вот тогда это была моя первая работа, работа в кадре, как в качестве телеведущей. И Инна Анатольевна верила в меня. Вы знаете, эта вера творит чудеса. Когда в меня верят, я хочу делать все. Я сразу все вытягивалась. Я была ответственна, я брала свою силу в кулак. Я говорила, так, мне доверили ответственный проект, я должна его действительно ответственно проводить. Я не должна человека опозорить. Человек в меня вкладывает, он дает мне надежду, он дает мне возможность. И благодаря этому учителю Инне Анатольевне, конечно же, я в себе открыла новую профессию, профессия телеведущего. И я надеюсь все-таки, что я успешно с этим тоже справлялась. Конечно же, я очень благодарна тем людям, которые встречались мне на пути. Те люди, которые давали мне шанс. Шанс это уже достаточно, это уже половина успеха. Когда в тебя верят, когда тебе дают шанс, когда тебе говорят, да, у тебя нет опыта. А где же брать этот опыт? Где брать опыт людям тем, у которых нет этой возможности? Мы не все рождаемся с опытом. Мы когда-то не умели ходить, мы когда-то не умели разговаривать, мы когда-то не умели писать. Но нам же дают эту возможность. Так же и на телевидении. Мне дали эту возможность, я за нее ухватилась. Я считаю так. Если, допустим, сегодня вот я сижу с вами, разговариваю, я пью чай. Надо чай попить от души. Напиться так, возможно, вдруг через минуту не будет такой возможности. Если ты работаешь, ты должна работать идеально. Если ты записываешь там какой-то проект, пишешь интересное интервью, ты должна в это интервью так просто раствориться в нем и прожить это интервью, тогда у тебя тоже получится хорошо. Если я пишу тексты, я живу только этим текстом. Пока я его до ума не доведу, конечно же, я не могу успокоиться. Я считаю, возможно, это и есть успех, когда ты просто не просто делаешь свою работу на автомате, а когда ты вкладываешь в нее душу, свое сердце, свою любовь. И тогда, конечно, работа будет отвечать тебе взаимностью. Хорошо. А вот смотрите, мы сейчас заговорим о том, что вы очень много именно каналов и сфер деятельности поменяли. Вы уже успели за свою такую карьеру. Мне интересно, вот с каждым годом медиа все больше развивается. И именно хотелось бы ваше мнение узнать. Ближайшие какие-то прогнозы? Возможно, у вас есть свой взгляд на это. Именно как телевидение будет выглядеть через 10, там, 15, 20 лет, по вашему мнению. Какой серьезный ответственный вопрос. Я же не гуру телевидения. Ну что вы так. Вы настолько обо мне высокого мнения. Я всего лишь такой же журналист, телеведущая, продюсер, который каждый день учится. Я всегда себя называю Яни Леонид Парфюнов в юбке. Я всего лишь стремлюсь к тому, чтобы быть лучше. Возможно, я хочу быть лучше, чем многие, чем остальные. Я делаю эту работу, чтобы быть лучше. Я постоянно совершенствуюсь. Я, конечно же, уверена, что сегодня наше казахстанское телевидение находится действительно на очень хорошей позиции. Возможно, мы где-то хуже, чем российские, чем украинские телеканалы. Но это не значит, что мы хуже в плане того, что у нас контент плохой. У нас прекрасный контент. У нас интересный контент. У нас есть прекрасные продюсеры проектов. У нас есть прекрасные ведущие. Шикарная операторская работа. Шикарная режиссерская работа. Просто проблема нашего телевидения, знаете, в чем? Это не так хорошо оплачивается. Телевидение очень затратный бизнес. Ну а работают на телевидении те люди, которые получают просто гроши. Это мизерные зарплаты. Это ненормированный график работы. Это, конечно, нет отпусков, нет дней рождения, нет праздников, нет выходных практически. Работают на телевидении в основном люди самоотверженные, которые будут идти работать за идею. Потому что ради этой идеи, ради того, чтобы работать и делать какие-то интересные вещи, вот эта идея идеологическая нас, возможно, и где-то и объединяет. Потому что я тоже работала на телевидении. Последние три с половиной года я руководила Алматинским бюро Первого канала Евразия. И, поверьте, я не работала ради зарплаты. Я работала ради того, что мне нравится. Работа. Я работала ради этого кайфа, адреналина. Ты каждый день выезжаешь на съемки, ты каждый день знакомишься с интересными людьми, ты каждый день делаешь репортажи. Возможно, эти репортажи меняют чьи-то судьбы. Возможно, эти репортажи помогают улучшить какую-то ситуацию. У людей нет света, и твой репортаж помогает, чтобы эту ситуацию побыстрее, допустим, местные там чиновники зашевелились и помогли этим людям. И ради этой идеи живут, работают тысячи наших телевизионных коллег. Поверьте, возможно, поэтому телевидение у нас и не на таком должном уровне, на котором должно быть. Но у нас очень много талантливых людей. И, честно говоря, мне не очень нравится, когда на наши казахстанские телеканалы приглашают каких-то менеджеров из России. Я не против российских коллег. А почему нельзя развивать казахстанских коллег? Почему нельзя развивать казахстанских продюсеров, казахстанских журналистов? Дать шанс казахстанскому телеведущему провести этот проект не хуже, чем ведет, допустим, как Ургант. А что, у нас нет таких? Есть. Если мы будем доверять, если мы будем растить своих профессионалов, своих звезд, конечно же, я думаю, человек ответственный, адекватный, он это оценит, и он будет работать на все тысячи процентов. Но у нас на телеканалах зачастую всегда зовут иностранных менеджеров, которые руководят местными казахстанскими сотрудниками. Честно говоря, для меня это, мне кажется, даже немного унизительно. В смысле, мной будет руководить другой проект, там, менеджер какой-нибудь, который достаточно, возможно, у себя в России не настолько успешен? А почему вы здесь не поставите успешного своего казахстанского хорошего журналиста, редактора, который сделает вам это? И проблема наших многих работодателей, именно руководителей телеканалов, они приглашают извне продюсеров, извне телеведущих, извне редакторов, вместо того, чтобы развивать наших. А наши разочаровываются. Зачем приглашать в кино иностранного актера, когда у нас что, своих нет? Я поэтому задаюсь таким же вопросом. Почему телевидение не развивается? Давайте развивать его все вместе. Давайте пойдем по такому пути, давайте будем шанс молодым, неизвестным, но при этом с огромным потенциалом, с прекрасной харизмой, тем кадром, который завтра, возможно, прославит нашу страну. И тогда телевидение будет на должном уровне. То есть идея создания школы телеведущих, номер один, флешей, подслужила то, что вы хотите именно молодую кровь, можно так сказать, молодые какие-то дарования, раскрывать в людях их какие-то потайные, возможно, даже. Таланты и качества? Ну, создание школы телеведущих – это действительно отдельная история. Мне очень хочется готовить хороших профессионалов в области медиа. И, возможно, я буду очень хорошим учителем. И моя задача, чтобы мои ученики были лучше, чем я. И тогда я действительно буду успешна. Если завтра мои ученики прославлять будут не только мою школу, они будут завтра прославлять казахстанское телевидение. Эти звезды, которые зажигаются у нас, пусть они будут лучше, чем я. И, конечно же, моя задача – помочь этим, где-то заблудившимся людям, которые еще не успели себя найти. Обрести веру, обрести знания, обрести тот навык. Я со своей стороны оказываю материальную, физическую, моральную, интеллектуальную, творческую поддержку. Я помогаю этим людям найти себя. И наша школа, казахстанская школа телеведущих номер один, это не просто школа телеведущих. Это школа по раскрытию творческого потенциала. Это школа личностного роста. Потому что я человек, который постоянно совершенствуется. Я человек, который постоянно не стоит на одном месте. Я уверена, что мне есть куда расти. Я не настолько профессиональна сегодня. Я постоянно себя за это ругаю. И также я ругаю своих учеников, которые учатся у нас. Мне хочется, чтобы мы становились лучше, лучше, лучше и сильнее. И в нашей школе, конечно, учатся те люди, которые хотят найти себя. А я помогаю им это сделать. Со своей стороны, еще раз я повторюсь, я даю им знания, я делюсь со своим опытом. Я делюсь теми знаниями, возможно, которые вы нигде не почерпнете, нигде не найдете. Ни в учебниках, ни в интернете, ни на телевидении. Потому что этот опыт есть только у меня. Этот опыт есть только у меня, у Газизы Реймбек. Потому что я прожила свою жизнь. Но проживать мою телевизионную жизнь никто тоже не должен. Я никого к этому не призываю. Просто я считаю, что если у меня есть в руках чуть-чуть больше знаний, чем у вас, я готова вас этим наградить. Я готова вам это рассказать. Все секреты завтра в дальнейшем, чтобы вы, конечно же, ими пользовались. У вас в руках будет мощнейший инструмент. Ну а как им вы завтра воспользуетесь, это, конечно же, ваше дело. В своей профессиональной деятельности вы достигли уже хороших успехов. И меня интересует такой вопрос. Как вот такой яркой, в то же время женственной, оставаться в такой нелегкой, по сути, сфере? И как не забывать про свою жизнь за кадром? Я поняла ваш вопрос. Спасибо. Очень хороший вопрос, кстати. Вы знаете, ну, наверное, расскажу вам такое, что еще с 16 лет я начала заниматься техникой позитивного мышления. Я задалась вопросом, а для чего вообще человек живет? Какая у каждого человека есть миссия, цель в этом мире, на этой земле? Я поняла, что просто жить, получать от этого удовольствие. Жизнь – это самый прекрасный подарок, наверное, который нам даровал Всевышний. И неужели мы не должны этим подарком воспользоваться? Каждый день надо проживать так, как будто это последний день в твоей жизни. Каждый день надо идти на работу, как будто это последний день твоей работы. Каждый день надо вставать и надевать, конечно же, прекрасное настроение, улыбку, состояние позитива. Я не говорю искусственного позитива. Я считаю, что человек должен быть благодарен, что он сегодня здоров, жив, что он может ходить, работать, заниматься любимым делом. И это уже, по-моему, счастье. И я счастлива. Наверное, это и есть секрет того, что я, возможно, хорошо выгляжу. Я просто счастлива. Я счастлива, потому что я занимаюсь любимым делом. Я счастлива, потому что сейчас вы у меня берете интервью, я разговариваю с вами. Я сегодня познакомилась с прекрасным человеком, как вы. Я тоже счастлива. Я счастлива, потому что я могу отдыхать, я люблю отдыхать. Я ищу так айфуша. Я рассказываю, кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает. Я могу есть, я могу гулять, я занимаюсь собой. Я считаю, что время, проведенное с собой наедине, самое драгоценное, потому что в этот момент ты слышишь себя изнутри. Ты можешь сама наедине с собой поговорить. Я всегда часто разговариваю с собой и анализирую, смеюсь. Я умею смеяться над собой, конечно же. Я считаю, что в этом и есть кайф, наверное. Ты должна жить, просто жить и получать от этого удовольствие. Не хныкать, не жаловаться, не сетовать на судьбу, а просто жить. Но если у тебя что-то не получается, будь добр, подними, пожалуйста, свою пятую точку, возьми в руку лопату и иди, копай, рой траншеи, рой землю зубами, и тогда придет к тебе успех. Вот так надо жить. Дальше. Ну вот эта любовь ваша, рвение к жизни, оно было кем-то вам, допустим, противованной, или вы на кого-то опирались, смотрели? Может быть, это ваши родители, может быть, это ваше окружение. Откуда вот эта вот любовь такая вселенская? Любовь вселенская, любовь к себе, любовь к окружающим, любовь к жизни, любовь ко всему, чем ты занимаешься. Я считаю, что надо в жизни любить свое дело, чем ты занимаешься. Жить любовью, жить страстно. Вот эта страсть, любовь, она зажигает меня, я думаю, зажигает она тех людей, которые меня окружают. И, конечно же, кто может быть учителем в нашей жизни? Учителями в нашей жизни являются все, кто тебя окружает. Я считаю, в этом действительно есть какое-то именно знамение, когда ты видишь человека, хороший, плохой человек, таких не бывают. Есть люди с определенным характером, с определенным складом у масла, с определенным, возможно, жизненным каким-то настроем. И ты смотришь на этих людей и думаешь, это тоже учитель. Пятилетний ребенок, это тоже мой учитель. Моя сестренка, которая занимается там любимым делом, она рисует там, она тоже мой учитель. Вы, человек, который ищете себя, допустим, сегодня вы пришли ко мне на интервью, вы тоже мой учитель. Люди, которые меня окружают, мои ученики, ученики в моей школе, они тоже меня чему-то учат. Вы знаете, я считаю, что у каждого из этих людей, если я чего-то буду брать, я однозначно стану лучше. Моя задача становиться лучше. Вообще задача человека. Постоянно становиться лучше. И те жизненные ситуации, возможно, никогда, не всегда хорошие, не всегда приятные, которые посылает нам Вселенная, а не для того, чтобы нас унизить, для того, чтобы нас убить, растоптать, а для того, чтобы мы стали сильнее и лучше. Как говорил Ницше, да? Все, что меня не убивает, делает меня сильнее, делает меня мудрее, делает меня красивее, делает меня позитивнее и радостнее, потому что я считаю, что, наверное, жить надо именно так. Да, очень хорошо. Интересно еще, вы ставите себе какие-то планы, к примеру, на ближайший месяц, год, два года, может быть. Вы вообще человек, который планирует свою деятельность, свою жизнь, либо у вас все происходит так, знаете, сегодня это, завтра то, и я не знаю, что будет. У меня происходит и так, и так. Я и планирую свою жизнь, и еще раз повторюсь, да, я говорю, алла жаса, алла бюрса, я обязательно через год, через там полгода у меня будет то, 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 то. Но кроме этого, я еще живу сегодняшним днем. Возможно, кто-то будет меня за это критиковать, скажет, что это неправильно. Но я действительно знаю, что у меня будет сегодня. У меня жесткий тайм-менеджмент. У меня дни практически расписаны по минутам, по секундам. У меня через 10 минут деловая встреча, в 5 у меня еще одно мероприятие, в 7 у меня концерт, на который меня пригласил ученик, да. И, конечно же, я это все планирую. Но при этом я знаю, что у меня будет завтра, послезавтра и после, после, послезавтра. Я знаю, что у меня там, допустим, через 10 дней будет. И кроме этого, я еще, что еще делаю? Бывает, что в течение дня меня постигает какая-нибудь интересная мысль. Но эта мысль не запланирована. Но как мы можем контролировать свои мысли? Мысли, они такие хаотичные, движутся постоянно. То одна тебя посещает, то вторая, то третья, то четвертая. И в какой-то момент меня посетила интересная мысль. Я говорю, так, точно. Завтра я сделаю то. Вы знаете, я никогда этого не теряю. Мне кажется, та мысль, которая тебя сегодня посетила, она требует срочного, срочного, именно как бы доработки и реализации. Тогда эту мысль действительно можно реализовать и достичь успеха именно в этом определенном деле, в этой цели. И я считаю, что никогда нельзя игнорировать те мысли, те цели, которые тебя посещают во время чаепития. Мы, кстати, даже сейчас с вами разговариваем, и меня посетила тоже интересная такая мысль. Какая, я не буду говорить, но я считаю, что она тоже очень интересная, и мне она пригодится. Вы знаете, мысли, они такие, за ними надо следовать, за ними надо успевать, и никогда их нельзя игнорировать. И тогда, конечно, завтра свой день, и я скорректирую с тем, что сегодня меня во время нашего интервью посетила новая мысль. Я хочу внести корректировку в свой день и что-то сделать, и начать реализацию именно новой цели. Я живу именно так. Возможно, для кого-то это покажется достаточно странным, но мне кажется, это интересно. И последний вопрос. Что бы вы посоветовали молодым ребятам, которые не знают, чем они хотят заниматься, и, возможно, даже они хотят уйти в медиасферу, но вот как им поступать, и что им нужно для этого? Для работы на телевидении, это мой опыт, да, я скажу, что я закончила вот политех, я вам рассказывала, не обязательно иметь диплом журналиста. Не обязательно иметь диплом. Диплом, что такое диплом? Вы поступили в университет, вы проучились там 4 года, но разве этот диплом гарантирует, что вы будете зарабатывать? Разве этот диплом гарантирует, что вы будете успешны в карьере? Разве этот диплом гарантирует, что вы будете востребованы в своей сфере? Нет. Ни жизнь, ни диплом, ни высшее учебное заведение никаких гарантий человеку не дает. И поэтому надо себя пробовать. Если у вас нет образования журналиста, вас ни в коем случае не должно это беспокоить, и ни в коем случае вас это не должно пугать или останавливать. Но я инженер-экономист в металлургической промышленности. Я пошла работать на телевидение в 2003 году. Я работала больше 10 лет. И если у меня получилось, почему у вас не получится? Ответьте мне на этот вопрос. У вас не получится только по одному именно вопросу, по одной причине, если вы будете лениться. А если вы ставите перед собой цели, если вы четко идете к своей цели, если вы совершенствуетесь и никогда не останавливаетесь на достигнутом, вам успех обеспечен. И для того, чтобы работать в сфере телевидения, для того, чтобы стать хорошим журналистом, либо телеведущим, не обязательно для этого иметь какую-то бумажку. Что такое диплом? Мой диплом пылится на полочке. Диплом политеха. И он же мне не гарантировал, что я буду жить безбедно. Он не гарантирует мне хорошую, обеспеченную старость, пенсию. Нет. Я себе гарантирую эту старость. Я себе ее создаю. Я сейчас делаю все, чтобы обеспечить себе хорошее будущее. Допустим, я работаю. И в нашей школе точно так же. Наши выпускники, наши ученики, наши будущие ученики, возможно, которые хотят прийти к нам в школу. Ни в коем случае их не должно останавливать, что у них нет диплома о высшем образовании, диплома журналиста. Welcome. Милости просим. Вы не журналист, и тем лучше. Из тех журналистов, возможно, из тех выпускников факультетов журналистики, которые есть сейчас, мало кто вообще находит себе работу именно по специальности. Ко мне приходили выпускники факультета журналистики, приходили на практику. И, честно говоря, я на них смотрела. Я думала, чем они там занимаются? Что вы там делаете в своем университете? Штаны только просиживайте. Кто вам преподает? Возможно, да, есть очень хорошие преподаватели. Но у этих преподавателей тоже нет чего. У них нет практики. У них нет опыта. Эти преподаватели никогда ни одного дня не работали на телевидении. Эти преподаватели никогда не написали ни одной заметки. Никогда не взяли настоящего живого интервью. И чему они учат наших будущих журналистов? Это просто теория. Галимую теорию, прошу прощения, можно и в книжках почитать. И поэтому, если вы хотите действительно работать на телевидении, Если у вас цель работать на телевидении, главное взять и начать делать, идти к этой цели. Не слушать никого, не останавливаться и не слушать никого. На пути к твоему успеху всегда будет очень много советчиков, которые будут говорить, «Ой, у тебя это не получится», «Ой, это не твое», «Да зачем?» Однозначно из тебя не получится там что-то. Если вы будете слушать их, у вас тогда ничего не получится. А если вы будете слушать только свой внутренний голос, свою веру, веру в свою мечту, тогда у вас и получится. Как говорила моя бабушка, надо верить только в Аллаха и надо верить только в себя. Так же живу и я. Я верю в себя и призываю верить в себя всех людей, которые сегодня, возможно, нас будут завтра там слушать. Спасибо вам большое.